Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктория. Я, как обычно, веду свои репортажи из Франции. Я рада вас всех приветствовать на своем канале и благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, оставляете комментарии и подписывайтесь на мой канал. Сегодняшнее видео посвящено теме мицеллярная вода. Что лучше, мицеллярная вода или тоник? Стоит ли использовать тоник после мицеллярной воды или не стоит? Ведь часто на упаковках мицеллярной воды можно встретить надпись, что мицеллярная вода очищает и тонизирует лицо. Давайте с вами разбираться, так ли это на самом деле. Почему меня стал интересовать этот вопрос? Когда появилась мицеллярная вода, я, конечно же, как и многие другие потребители, заинтересовалась этим продуктом для очищения кожи лица. И попробовав его один раз, я была очень довольна, мне понравилось это средство. Очень легко удаляет макияж, не оставляет никаких жирных следов, не оставляет сухости и стянутости кожи, потому что моя кожа очень сухая и очень сильно реагирует даже на различные пенки и гели для умывания. Поэтому я была очень довольна этим продуктом. Но через какое-то время я стала замечать, что после использования мицеллярной воды у меня на коже появляется некоторая липкость. И у меня возникает такое ощущение, возникало такое ощущение, что вот мне хотелось умыться. И я не следую тому, что написано на упаковке. Я после очищения, после демакияжа мицеллярной водой, я еще умывалась обычной водой, потому что так требовала моя кожа. И как выяснилось, что интуитивно я поступала правильно. В чем же подвох, в чем же дело? Дело в том, что производители, которые на упаковке мицеллярной воды пишут, что не требуют смывания, они немножко лукавят. Я уж не знаю, почему они так делают, но мицеллярная вода это тот продукт, который требует смывания. Когда я стала более детально изучать этот вопрос, когда я углубилась в состав мицеллярной воды, что это такое, я наткнулась на множество информации о том, что мицеллярная вода это химическое соединение, если можно назвать, воды с мицеллами. Что такое мицеллы, в принципе откуда идет название этого продукта. И мицеллы это такие молекулы липидов, молекулы жиров, которые соединяясь на коже с загрязнениями, с кожным жиром, растворяют все это и поэтому получается легко все удалять. Так вот эти самые мицеллы, эти молекулы жиров в составе мицеллярных вод, если посчитать на упаковке состав мицеллярной воды, то вы можете найти в описании, что в составе мицеллярной воды присутствуют так называемые палы. Что такое павы? Это поверхностно-активные вещества, это те вещества, как ни странно, я не хочу вас пугать, но это те вещества, которые также добавляют и в различные моющие средства бытовой химии, как стиральные порошки, средства по чистке, средства для мытья посуды, средства для посудомоечных машин и так далее. Но там они более агрессивные, в средствах мицеллярной воды этих павов минимальное количество, но тем не менее все равно эти вещества вредны для нашей кожи, потому что они разрушают липидный барьер кожи, нарушают липидный барьер кожи. И если мицеллярную воду не смывать и долгое время пользоваться мицеллярной водой, как например 3, 5, 6 месяцев в год, то можно заполучить шелушение кожи, аллергические реакции кожи, разные дерматологические заболевания кожи. И после того, как я нашла всю эту информацию, так как я по своей натуре человек скептик, я еще обратилась к своим знакомым, у меня среди знакомых, среди родственников есть врачи, есть дерматологи, есть косметологи. И я обратилась, чтобы услышать профессиональное мнение людей, кто более детально знаком с химическим составом этих косметических средств. И большинство косметологов, большинство дерматологов однозначно рекомендуют мицеллярную воду после ее использования смывать. Если вы пользуетесь мицеллярной водой, то несмотря на то, что написано на упаковке, обязательно смывайте воду. У меня в моем арсенале мицеллярная вода, которая недавно закончилась, филорган. И я ее смывала, как я уже вам сказала, да интуитивно мне хотелось смывать эту воду. Но готовясь к этому видео, я посмотрела внимательно состав мицеллярной воды, и в этой мицеллярной воде в составе есть павы. И я, конечно, уж не такой большой специалист, чтобы разобраться, насколько они очень агрессивны или менее агрессивны. Я знаю, что просто эти поверхностно-активные добавки, поверхностно-активные вещества, они бывают трех типов. И если на упаковке мицеллярной воды написано полоксомер, если есть полоксомеры в мицеллярной воде, то вот эти средства, они более агрессивны, чем павы. Сейчас я купила себе мицеллярную воду Топикрем, марка Топикрем, мицеллярная вода. И на упаковке этой мицеллярной воды написано, что рекомендовано дерматологами, педиатрами и офтальмологами. И тем не менее в составе этой мицеллярной воды тоже есть павы. То есть, несмотря на все эти рекомендации, врачи, дерматологи, офтальмологи, все советуют, и даже педиатры рекомендуют к использованию эту воду. Но повторюсь, все эти добавки, если долго пользоваться мицеллярной водой, они будут очень негативно воздействовать на липидный барьер кожи. И липидный барьер кожи будет нарушаться. И после этого кожа может начать реагировать по-разному. Обязательно, независимо от того, какой мицеллярной водой вы пользуетесь, ее лучше смывать. И второй момент, о котором тоже умалчивают почему-то производители, но именно с чего я начала свое исследование мицеллярной воды. Мне было всегда интересно, а нужно ли после мицеллярной воды использовать тоник. Потому что, насколько я знаю, раньше всегда косметологи утверждали, что если вы хотите, чтобы ваша кожа всегда была сияющая, здоровая, имела свежий, здоровый вид, обязательно нужно правильно следовать процедуре очистки кожи. И сначала это очищение от демакияжа, затем умывание кожи лица. И третий этап это тонизирование. И уже потом четвертый этап это нанесение каких-то питательных кремов, ухаживающих, увлажняющих средств. Многие производители, повторюсь, на упаковке мицеллярной воды пишут, очищают и тонизируют. И также я обратила внимание, что сейчас многие производители почему-то перестали продавать тоники. И вместо на полках в магазинах, вместо тоников можно найти большой выбор, большое разнообразие типов мицеллярной воды под типы кожи. То есть, дорогие мои друзья, какой делаем вывод, делаем вывод, что после мицеллярной воды кожу лучше тонизировать. Такие рекомендации большинства косметологов и дерматологов. Это то, что я узнала и то, чем хотела с вами поделиться. Я буду рада, если кому-то эта информация оказалась полезной. Желаю вам, чтобы ваша кожа всегда была сияющая и здоровая. И мы с вами увидимся в следующем видео. Если вы еще не успели подписаться на мой канал, подписывайтесь. Буду рада увидеть и прочитать все ваши комментарии, все ваши вопросы. И обязательно на них отвечу. Всего хорошего и до свидания.